вас приветствует вечерний политпросвет совсем недавно поступила ценная инициатива от представителей нашего замечательного правительства которую конечно имеет некий резонанс среди общественного мнения представлена в сми в средствах интернета однако на мой взгляд категорически недостаточно по-моему эта инициатива должна была бы разозлить людей куда сильнее чем якобы имевшие место нарушения при регистрации кандидатов для выборов в мозгурдуму я говорю о том что наш дорогой начальник правительства премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев это к походе невзначай предложил ужать рабочую неделю до четырех рабочих дней представляя это серьезным прогрессивным шагом вперед в деле улучшения условий труда на предприятиях заводах и так далее ссылался он конечно же на то что в свое время еще генри форд в конце 19 века перевел такие свои заводы на 8-часовой рабочий день и при этом производительность труда повысилась а мы же теперь все стремимся к повышению производительности труда так может быть пора сделать самом деле какие-то прогрессивные шаги навстречу рабочим чтобы они меньше уставали чтобы лучше могли выкладываться на рабочий месте особенно учитывая что они то и дело имеют ввиду очень сложные агрегаты но тут не все так гладко потому что во-первых наш дорогой премьер-министр да предложил ужать рабочую неделю но ничего не сказал о рабочем дне у нас в конституции раньше было записано гарантированное восьмичасовое продолжение рабочего дня теперь несколько более в размытом виде что рабочая неделя не более 40 часов приходится делить 40 на 5 получать искомые 8 и вот такое предложение сократить рабочую неделю а рабочий день то никто не предлагал сокращать то есть в каждый день рабочий будет работать таким образом при сохранении 40-часовой недели по десять часов но однако три же выходных то есть вместо двух три дня рабочий сможет проводить дома восстанавливаться общаться семьей с детьми в конце концов этих детей когда-то нужно рожать и когда-то нужно воспитывать так вот посмотрите-ка почти половина недели на это отводится не все тут так гладко товарищи давайте-ка не будем давать себя обманывать давайте посчитаем элементарно арифметически вот что такое десятичасовой рабочий день это как минимум 11 часов на работе то просто потому что у вас один час уйдет на обед потому что еще восемь часов как-то можно протянуть на подножном корму но за 10 часов взрослый человек заняты трудом обязан есть поэтому давайте 11 часов вы будете проводить на работе ежедневно для кого-то секрет что у нас нынче как на благословенном западе считается хорошим тоном перерабатывать но вроде как за это и денег можно больше заработать да и вообще если сами не хотите так вас рано или поздно заставят перерабатывать то есть с учетом обеда вот 12 часиков на работе в среднем вы проводить будете скажите пожалуйста хоть какой-то эффект в смысле уменьшения стресса повышения производительной деятельности труда при сохранении 40 часового рабочего дня у вас будет виден вообще потому что если человек с работы на заводе с работы на свежем воздухе да и кстати говоря сильно стрессовые работы в некоторых офисах он придет домой и оставшиеся сутки будет тупо приходить в себя ему будет не до семьи ему будет не до детей ему будет гарантированно не до какого-то там саморазвития и останется те же самые двое выходных после этого нам медведев говорит о лишних сутках свободного времени так дмитрий анатольевич не знает что такое свободное время свободное время это не время свободное от работы это время свободное для сознательного саморазвития только тогда это время свободное во всех других случаях например это время на элементарное восстановление сил после убийственной четырехдневной страды по 12 часов это я еще не припомнил сколько до работы периодически приходится добираться это первое второе вот вы представляете четыре дня вы отработали три дня у вас выходных а если у вас случится трудовой спор с вашим работодателем и вы заявите например коллективный иск этому работодателю или у вас будет опять же попытка изменения коллективного договора с работодателем в конце концов забастовка в той или иной ее форме вы будете бороться за свои права вот если на два дня выходных которые есть сейчас запихать на работу стрейкбрейхеров неудобно глупо и сложно потому что ну кто пойдет работать на два дня а вот на три дня это почти половина недели стрейкбрейхеры я вас уверяю найдутся тем более что заставлять работать их можно будет допустим по 14 часов и таким образом они за три дня закроют 42 часовую рабочую неделю это вполне конкретное средство давления на вас уважаемые друзья ну и третье про детей что-то как-то про это все забывают я вообще ни разу не слышал чтобы об этом всерьез рассуждал вот вы якобы будете проводить больше времени с детьми да ну вот у вас ребенок который пошел в школу заканчивает обычно учиться где-то около 14 00 после чего ему нужно добираться домой нынче в одиночку ребенка из школы отпускать как-то страшно его и в школу откровенно то одного отпускать страшно и из школы особенно из школы ближе к вечеру особенно в темное зимнее время а кто будет забирать то в 14 00 вы закончите работать не в 6 вечера как это происходит сейчас вы закончите работать в 8 вечера а может быть даже в 9 с учетом обеденного перерыва соответственно вот так в среднем час до дома в школе вы будете за ребенком в 10 ни один продленный день до 10 часов вечера не работает нет таких продленных дней а это значит что дети будут добираться до дома одни вы почитайте статистику о количестве пропавших детей у нас потому что наше замечательное правительство в течение 25 лет превратила довольно умеренную организованную преступность советского союза в мощнейшую уже почти политическую силу которая влияет на жизнь в стране вполне конкретно я не говорю о нездоровом психическом фоне когда просто куча сумасшедших на улицах которым не оказывается своевременная медицинская помощь вот вы уверены что у детей готовы отпускать а вам придется их отпускать из школы домой самостоятельно сейчас все скажут сразу а как же бабушки и дедушки так я вас поздравляю бабушки и дедушки у нас теперь не бабушки и дедушки бабушки и дедушки как выяснилось слишком долго живут поэтому им только что повысили пенсионный возраст бабушки и дедушки тоже будут вкалывать в это время четырехчасовую рабочую неделю на что же ссылались наши инициативные законотворцы во первых идея конечно не медведева идея судя по всему принадлежит андрею константиновичу исаеву заместителю председателя федерации независимых профсоюзов россии и по совместительству члену федерального собрания российской федерации от партии единая россия он еще в 2014 году нечто подобное предлагал тогда фнпр идею зарубил наглухо это всего лишь новая попытка ссылался наш дорогой дмитрий анатольевич вот на что совсем недавно конкретно в ноябре 2018 года в богоспасаемой новой зеландии богатой пиццами киви и пингвинами группа perpetua guardian провела эксперимент 240 сотрудников перевели на четырехдневную рабочую неделю и результаты были знаете потрясающие потому что люди в самом деле объективно уменьшили рабочий стресс и очень серьезно увеличили производительность труда как минимум выдаваемая на круг продукция не пострадала скорее всего в перспективе ее стало бы еще больше это серьезный прорыв это серьезный результат 240 человек это хорошая выборка на ее основе можно строить математическую модель об одном забыл упомянуть дмитрий анатольевич что с 38 часовой рабочей недели новозеландских сотрудников перевели на 30 часовую рабочую неделю четыре дня в неделю то есть работали они таким образом получается даже не восемь часов в день а заметно меньше поэтому элементарный подлог и жульничество вас товарищи разводят только что у вас украли старости пенсию вот так в среднем по 840 тысяч рубликов из каждого карман то вынули и непонятно куда деле только что ваших стариков отцов матерей лишили старости и тех самых почти миллиона рублей на брата а теперь еще и вас пытаются элементарно заставить работать больше но потому что если по поводу пенсионного возраста вы не среагировали почти никак так и тут не среагируйте будете пахать пока не сдохните первую половину неделю вы вторую половину неделю штрейк-брейкеры это нужно опротестовывать и прекращать всеми доступными законными способами организовываясь борясь выходя на улице с лозунгами позитивной борьбы а позитивный то лозунг может быть только один не ужимание рабочей недели при неопределенном рабочем дне а сокращение рабочего дня до 6 часов для начала до 6 часов больше ста лет назад рабочий день в мире в основном стал переходить на 8 часов гарантированные и фиксированные с тех пор научно-технический прогресс шагнул невероятно вперед и квалификация наша шагнула вперед невероятно такого количества образованных квалифицированных кадров как сейчас сто лет назад даже рядом не было почему мы не делаем следующего шага тогда сработало отлично производительность труда не только не пострадала но и выросла почему теперь при нынешнем техническом оснащении люди вынуждены вкалывать по-прежнему как век с лишним назад по 8 часов 6 часов в день это наше требование это ваше требование это ваша позитивная политическая программа для этого не нужно бегать по улицам с кастрюлями на голове как некоторые придурки делают по примеру братской украины сейчас москве у вас есть трудовой кодекс который позволяет устанавливать рабочую неделю рабочий день коллективным договором с работодателем явочным порядком не ставим известность власть вообще если вы организуетесь и хотя бы у себя на предприятии сделаете такой рабочий день и такую рабочую неделю как вам надо это будет огромная победа и колоссальный пример для всех поэтому начинать конечно нужно бороться на месте но и об объединении внутри отраслей и межотраслевом объединении забывать нельзя поэтому не дайте себя обмануть и помните что если вы не интересуетесь политикой политика рано или поздно заинтересуется вами а на сегодня все с вами был вечерний политпросвет